Добрый день. Меня зовут Миша Трофимов. Я расскажу про свое третье решение второй задачи и про то, как я вообще делал бейзлайн, как бейзлайны помогают людям и зачем их вообще надо делать. Цель этого доклада во многом убедить вас, что опенсорс это хорошо, своими решениями надо делиться и ничего страшного в этом нет. Никто от этого не проигрывает. Так, ну немного совсем обо мне, чтобы вы поверили, что меня можно слушать, что я что-то умею. Я закончил физтех, я кагл грандмастер по соревнованиям. Я работаю в джуме, занимаюсь имей инфраструктурой, кстати, в основном рекомендациями, и преподаю в дата джиме. Гантелька именно оттуда. Почему, собственно, я сегодня это что-то рассказываю? Потому что в самом конкурсе я занял третье место. Это достаточно неплохо, наверное, про него интересно будет послушать. И я сделал бейзлайн, который набрал довольно много зверчек на гитхабе и оказался полезным, насколько я знаю, как минимум не только мне. И большая часть деклата будет посвящена именно этому бейзлайну. Как я его делал и как он вообще развивался, какие в нем были шаги. Также немножко затронул бейзлайн других ребят, как они повлияли на мое решение, как они повлияли, в принципе, на решение задачи целиком. Про саму задачу. Ну, это, в принципе, уже рассказали. Про то, что у нас нужно предсказывать следующий чек. Описание задачи выглядит примерно так. Это прям скриншотик сайта. На самом деле оно довольно большое, но в нем, вот если внимательно читать, прям отдельный пункт, читая который понимает, что окей, это соревнование будет не как обычно. Оно будет странненьким. Странненьким оно прям вот по нескольким пунктам. Во-первых, что у нас есть ограничение на высокую нагрузку. Высокая нагрузка — это 20 рпс. Это, конечно, сложно назвать высокой нагрузкой, но тем не менее к этому нужно быть готовым. Это целый 20 рпс. У нас нет пользователей как таковых, у нас есть только пользовательская история. Поэтому мы должны будем в рантайме все пересчитывать именно по истории, сделать предпросчет, сделать стандартное примачивательное изложение, которое делается во всех рекомендациях. Уже не получается. Кроме того, мы сдаем код, ну, как бы контейнер, а не предикты. Поэтому мы не видим тест, мы не можем там никак переобучиться в этом месте и приходится думать о том, как код будет написан. Кроме того, есть ограничение по ресурсам. Решение не может быть большим, оно выполняется на четырех виртуальных ядрах, на восьми гигабайтах памяти, всего один гигабайт места на диске, то есть нельзя сделать какие-нибудь большие индексы, много всего просчитать. И есть пять секунд на инициализацию. И на самом деле, начиная с следующей соревнования, даже не думал, что это будет одним из самых больных пунктов, потому что пять секунд на инициализацию — это больно. Еще, тем более, если запускается параллельность процессоров, они как бы друг друга начинают обгонять, там на самом деле меньше пяти секунд получается, и просто на инициализацию фласка с серверами может уйти там три секунды из пяти. И остается полторы на чтение всего остального. В этом месте была смешная история, что я пытался оптимизировать, чтобы решение проходило на лидерборде. И в какой-то момент, например, чтение товарного файла с фичами товаров, которые в CSV формате, я перевел на паркет, просто потому что этим можно было сэкономить примерно 150 миллисекунд, а этого уже хватало, чтобы иногда решение проходило. Потому что пять секунд оказалось таким сильным пределом. И довольно важная часть про то, что запросы поступают строго в хронологическом порядке. Это значит, что во время тестирования лика не будет. Не будет такого, что там, например, пришла история пользователя на конец марта, а потом на начало марта. Мы такие, о, мы запомнили, что он покупал в конце марта, значит, мы сейчас знаем, что он купил сейчас в начале марта. Нам сразу сказали, что такого не будет. Но будет другой. Решение как инфраструктура. Во многом, делая решение, оно состоит из каких-то вещей чисто технических, которые нужно сделать, которые полезны, они не являются решением как таковым, то есть никакой бизнес-логики нет, но оно задает некий pipeline, некоторый процесс, по которому все это будет происходить. Вот, собственно, туда относятся припроцессинг, это какое-то разбиение данных, это, в первую очередь, валютационный цикл, как мы будем замерять, хорошо у нас получилось или плохо, про то, как подготовить сабмит в правильном формате, как его заслать, как сконвертировать данные в спарс-формат, но это специфика данной задачи, и какие-то переиспользуемые утилиты. В моем случае, например, были словари, которые конвертировали айдишники в продукты, продукты в айдишники туда-сюда, чтобы этим можно было удобно оперировать. Вот это те вещи, которые, в общем-то, никакой большой ценности не представляют, но полезны всем. И когда я начинал делать, я понял, что, наверное, я уже, будучи работая в продакшене, я не могу писать совсем плохой код, я все-таки буду писать более-менее нормально, и потратил некоторое время на то, чтобы написать этот код не совсем стыдным образом, и подумал, что, наверное, им можно будет поделиться. И, в общем-то, так и оказалось. Это оказалось полезным не только мне, это оказалось полезным и другим ребятам. И, на самом деле, я призываю примерно так и делать, потому что если вы один раз делали какую-то вещь хорошо, и она не является супертайной, ну, поделитесь ей. Это не страшно, не жалко, вы ничего не теряете, а другим будет полезно. И потом, возможно, кто-то поделится, и вы можете что-то подчеркнуть у кого-то другого. Это такой большой пункт, на который, наверное, стоит обратить внимание. При процессе. Я про него немножко расскажу, потому что я рассказывал на воркшопе, который был на Пайдате, но тем не менее еще раз хочу подчеркнуть некоторые аспекты того публичного решения, которое я делал, потому что они потом были переиспользованы во многих местах. И одно из них — это при процессе. У нас были даны покупки. Покупки были в таком формате. Сначала идут клиенты, потом их транзакция, потом кредитный товар, который в них есть. Это один огромный файл на, по-моему, 50 миллионов строк, который грузить в память и ворочить было не очень удобно, особенно, например, на моем ноутбуке с 8 гигабайтами памяти. Там он просто поднимание этого файла уже в ноут кладет. Я сделал утилиты, которые разрезали его на шарды, то есть на части, где пользователи были перемешаны. Каждый пользователь держал все свои транзакции. Прямо так было написано. Пользователь и все его транзакции подряд. Другой пользователь и все его транзакции подряд. Таких шардов было 16. Это как раз было удобно тем, что можно было часть данных сразу отложить в обучение, часть контроля, никогда больше что-то не менять. Получается фиксированное разбиение, оно было в JSON-ах, можно было учитывать по одной строчке, у нас экономия памяти, экономия ресурсов, все счастливы. Это оказалось довольно удобным. Второй момент, который был тоже довольно принципиальный, это как организовать валидацию. Я нарисовал пример, как примерно так расположены транзакции одного пользователя. У нас есть ось времени, есть 2 марта, это дата, где начинается тест, судя по файлику, который нам был дан, у нас есть транзакции, как-то расположены. Один вариант, что с этим можно сделать, это сказать все, что до даты X, это у нас обучение, первая транзакция, которая после, это контроль, а остальное просто не используем. Это один из вариантов. Второй вариант, это пойти немножко по-другому и сказать, а давайте мы как-то выберем какую-то случайную транзакцию после даты X, все, что до нее в обучении, следующая транзакция в контроль. Вопрос, какой из этих двух способов лучше? Это вопрос в зал, я надеюсь, что вы что-то ответите. Второй. А почему? Больше данных. Это, в принципе, справедливо, да. На самом деле, действительно, второй, но самое главное, потому что я просто проверил, второй был лучше, скорые получались ниже, ближе к паблику, и я им верил больше. А во-вторых, была запись про то, что запрос поступает в хронологическом порядке, а значит, наверняка есть несколько запросов, может быть, про одного пользователя, а если так, то наверняка там будут какие-то даты в середине месяца, не только на ту дату, где начинается отсечение. Поэтому я решил, что надо делать это случайным образом. Не знаю, правильно это было или нет, но так, по крайней мере, скорб был чуть ниже, чем если брать только самую первую дату после даты X, и получалось чуть лучше. В итоге этот способ, насколько я знаю, стал дефолтным, и многие ребята, которые использовали как-то бейзлайн, опирались именно на его. И так понимаю, что скоры, которые все произносились, они, в общем, рассчитаны вот таким образом. Модели. Да, как бы немножко инфраструктурую частью я рассказал, дальше я расскажу про модели, которые были в публичном бейзлайне, и потом как я от них уже, собственно, дошел до своего решения третьего места. Вот я начинал с ILS, потому что ILS стандартный подход, часто используется, довольно простой. Я его использовал в реализации библиотеки Implicit, и все было бы классно, она умеет пересчитывать на ходу, прям если дать ей sparse vector, по нему пересчитается профиль пользователя, который здесь обозначен, и вот этот столбец в синей матричке, и по нему мы сможем получить все скоры. Все, по идее, классно, но у меня это решение не завелось так хорошо, как хотелось бы. Скор был довольно низким, я это показывал еще и на воркшопе. В общем, оно вроде как работало, все с ним хорошо, но недостаточно хорошо. После этого я подумал, что ладно, наверное, дело в том, как именно я делаю это разложение, наверное, маточка какая-нибудь плохая, я сделаю свое. Я сделаю свою нейронку, которую я назвал нейронка V1. Это то же самое примерно, что кастомная маточная факторизация с триплетлосом. То есть я генерировал тройки. Пользователь хороший продукт, который он купил, плохой продукт, который он не купил. Я делаю империнги так, чтобы хороший продукт был поближе. Это, в принципе, то же самое, что маточная факторизация с BPR-лосом, BSM-персоналис-рэнкинг. Примерно то же самое. Или то же самое, что просто насказочные кастомные эмбэддинги. Вот у меня была сетка, сетка на пользователя, которая просто линейный слой, она маппила спарс-вектор в некоторый эмбэддинг. И были обучаемые бэддинги для айтемов. Все это училось просто триплетлосом. Когда я получил бэддинги, я понял, что это пролезает. Решение такую по перформансу использовать можно, но хочется быстрее. Тогда я как раз вспомнил часть про фаис, научился им пользоваться. Оказалось, что это довольно классный инструмент. И на самом деле ему очень легко пользоваться. Но вот вторая строчка, на самом деле же первые две, она немножко магическая. Чтобы понять, что происходит, нужно потратить некоторые усилия. Но они того стоят. И если вам когда-нибудь нужно будет ускорять поиск кандидатов с помощью КНН, это прям классный инструмент. Очень рекомендую. Я опять-таки про него рассказывал на воркшопе. Сейчас остановиться не буду, но просто скажу, что фаис, это отлично. Если вам когда-нибудь нужно подракшене, прям очень рекомендую. Отличная штука. Здесь это порешило проблему скорости, но оказалось, что прирост качества от использования такой нейросети был не слишком большой. То есть мне понравилось, как я все это делал. Классно там сетки пообучал, с фаисом разобрался, кучу всего нового узнал, но профита большого от этого не было. В итоге я вот в таком виде это выпилил. Оно осталось только в бейзлайне как инструмент, но в финальном решении это не использовалось. Дальше начинается item to item. Я пытался сначала сделать item to item руками. У меня не то, чтобы сильно получалось. Потом я видел, что Артем Ерохин выложил свое решение, свой бейзлайн. Большое спасибо. Стал его читать, я наткнулся на такую строчку, что мы из Implist импортируем такой модуль, и мое лицо было примерно вот таким в этот момент. Потому что на сайте Implicit о документации нет ничего про вообще это семейство методов. Для меня вообще было шоком, что оно там есть, и я очень сильно обрадовался, потому что я примерно то же самое начал делать руками. В итоге спроси бы Артему, я добавил это в свое решение, стало гораздо лучше. В итоге публичный бейзлайн, который был, это скоро я указываю на публичном лидерборде, потому что я не знаю, что было на приватном для этого решения. Он себе включал какие-то инфраструктурные запчасти, разбиение, валидацию. Он включал ILS модель, item-to-item, эмбеддинги на нейросетях и user-to-user. Это часть похожая на нейросеть, но немножко другая. Я на ней становиться не буду, скажу просто, что она в итоге никуда не пошла, она была довольно тяжелой, не то чтобы сильно давала. Это то, что было в бейзлайне, чего не было, но я понимал, что оно там может быть. Это переранжирование бустингом. Я специально стал делать эту часть, ожидая, что тот, кто погрузится в тему, сможет понять и сказать, а, наверное, добавить такую штуку, наверное, будет хорошо. И вторая часть, это то, что я называю реплей бейзлайном. Это бейзлайн, когда ты просто берешь и отправляешь в качестве ответа историю пользователя. Что он покупал, то ты ему рекомендуешь. Это очень простая техника, но на самом деле она давала очень хорошие результаты, чуть-чуть ниже, чем item-to-item модель в данном случае. Но фишка-то в том, что это евристика, которая очень мощная, и она отлично бы работала для отбора кандидатов. Я не стал ее прям явно прописывать, что вот, ребята, смотрите, отличная евристика работает прям так. Но написав, что кто внимательно почитает, наверное, найдет ее. Ее нашли прям довольно быстро, через пару часов, по-моему, после того, как я это выложил. На этом публичная часть заканчивается. Начинается непубличная, то, что я уже делал сам. И развитие было довольно простым. Первое, что я сделал, я увеличивал покрытие отбора кандидатов за счет того, что сделал несколько item-to-item моделей. Кроме Cosinus 1, который у меня был раньше, еще добавились TFI-DF1 и TFI-TF10. Это количество кандидатов, количество соседей, которые мы используем в этом алгоритме. Кроме того, я добавил item-to-item модель по категориям четвертого уровня, не только по товарам, но и по категориям. Считаю, что, наверное, можно попытаться потянуть категории, которые человек, например, не покупал, но они могут потенциально быть интересны. Самой жгучей фичой оказался просто индикатор, был ли продукт в истории этого пользователя или нет. Если он раньше его покупал, наверное, купит его в следующий раз. Максимально просто, максимально эффективно. Есть пачка стандартных фичей, частоты по категориям, средняя цена в категории товара, средняя цена того, чтобы покупать пользователь, средний вес. В общем, куча всего таких стандартных вещей, которые можно нагенерить. Они не дали почти ничего. Какую-то копеечку, я их добавил, даже не акцентирую на них внимание, потому что их вклад реально был не очень большой. После этого я отбирал примерно 150 кандидатов по item-to-item модели. И у меня получался рекол на 150 порядка 0,44. Это не то, чтобы очень много, я к этому потом вернусь. И эти кандидаты потом переранжировались с катбустом. При этом в качестве лосса я перебрал несколько, у меня получилось, что queries of max работал лучше всего. Это несколько удивительно, потому что никто вроде не написал, что он использует такой лосс, а у меня он прям довольно сильно вырывался вперед. И это на самом деле дало существенный буст. То есть на самом деле просто я сделал несколько item-to-item моделей, немножечко фичей и в катбуст запихал. И скорость резко улучшился. То есть напомню, что был 11,37, а стал 12,72. Это такой большой как бы качок вперед, который многие ребята все-таки сделали. Но это вот тот шаг, который публичному бейзлайну позволяет подняться в топ-20. Следующее, это нужно было генерировать фичи. Здесь опять на помощь пришли ребята, которые выкладывали свои бейзлайны, потому что я полез и посмотрел бейзлайн по первой задаче. Там была отличная картинка, которую даже не пришлось считать. Это фича импотенс, того, что есть в первой задаче. Вот просто смотрим и такие, ага, чего у меня нет, беру это и добавляю. Вот смотрим, что из этого работает. Спойлер, у меня ничего не заработало. Потому что в этом списке самая главная фича это первое про время, а она присутствует только в первой задаче. Во второй задаче такой фичи нет. Все остальные мне никак не помогли. Так что подход был хороший, но не фартануло. Не в этот раз. После этого я подумал, что ладно, я как-то очень верю в нейронку, как бы item-to-item заходит, а нейронка не заходит. Ну как так? Я стал ее упрощать. Поэтому появилась модель, которую я называю сетка в версии 2, которая максимально простая. Проще просто некуда. Это персепетрон, два слоя линейных и бинарная кросс-энтропия. Никаких триплитлосов, ничего сложного. Просто реально я беру все продукты в 512, а потом 512 разворачиваю все продукты обратно. Ну такая руками сделана маточная факторизация. В чем ее плюс? В том, что я сам выбираю какой-то таргет, я делаю не разложение матрицы, что пользователь покупал. Я учил на то, что реально будет в следующем чеке. Это оказалось довольно хорошо. Это учится не очень быстро, но тем не менее учится. И улучшение этой фичи вот оно докинуло мне скор на 2 третьих знака. Довольно приятно было увидеть это. Дальше случилось опять следующее, что я опять видел, что появились бейзлайны. Я полил смотреть, и опять Артем выложил новую версию обновленную, классную. И у него была такая штука про то, что давайте будем выбирать только айтемы, которые современные. Потому что если вдруг, например, их убрали с ассортимента, то просто даже не включать выдачу. Это было довольно удивительно. Я не ожидал, что вообще так можно сделать. Порадовался. Это сильно улучшало скорбь бейзлайна Артема, и это докинуло на самом деле и мне. Когда я сделал примерно то же самое, только переобучив на актуальных айтемах свои модельки и добавив, просто там есть константа, по которой отбираются, что считать актуальными айтемами. Я подумал, что возможно константу выбирать не очень хорошо, лучше ее сделать обучаемой. Поэтому я просто посчитал, когда увидели первый и последний раз и докинул это все в бустинг. Это помогло, тоже опять стало лучше. Так что еще раз спасибо Артему. Второй раз уже за сегодня. И это уже было почти хорошо, но все еще недостаточно. Я стал думать о том, что можно сделать еще. У меня признаки особо не добавлялись. Я их прикручивал, они не прикручивались, лучше не становилось. Я подумал, что наверное пришла пора работать с кандидатами. На тот момент у меня кандидатов было, они просто выбирались по одной айтем-то-айтом модели. Я решил, что наверное так дело не пойдет и сделал пул кандидатов, который выбирается из истории покупок, из глобального топа и объединения всего, что нам предсказывали айтем-то-айтом модели. Их получалось в среднем примерно 400 кандидатов. Разброс был где-то от 150 до 700. В среднем где-то 400. И на этих вот скорах я учил легкую модельку, то есть там буквально было 4 фичи. Я учил модельку в 100 деревьев, которая просто переранжировала их. Это был катбуст с pair logit loss. И по ней брал ровно 250 кандидатов. Это было хорошо, потому что я кандидатов поднимал повыше, у меня recall подрос. Кстати, видно, как у меня было 250 кандидатов раньше с recall 0.47, стало 0.54, почти на 10%. И это в общем-то отразилось на финальном скоре модели. Он тоже немножко улучшился. Добавилась, конечно, лишняя модель. Я боялся, что я смогу не пролезть по перформансу. Оказалось, что нет, все нормально. Если просто не пересчитывать эти фичи item-to-item модели второй раз, а просто один раз их запомнить, то все очень легко и просто. Я уже подумал, что это прям похоже на такое классное решение. Сначала у тебя куча моделей, ранжируется одной моделью, досчитывается еще фичи, ранжируется другой моделью. Но вот так примерно и было. Это уже происходило в последние дни перед концом соревнований, дало самый большой, наверное, буст в конце неожиданно. Это то, что я просто добавил еще одну модель. К моему любимому катбусту я добавил light.gbm. При этом самое смешное, что на локальной валидации у меня это ничего не давало. То есть казалось бы, что смешно ничего не добавляет. На лидерборде подскок был существенный. Именно это решение в итоге осталось. Там было две вариации. Было с добавлением daily фичей. Я про них еще дальше расскажу. Это с заглядом в будущее. И без. Без было похуже на паблике. Но оно такое было более надежное. С добавлением фичей было получше. Оно сильно поднимало локальный скор. Это меня смутило. В итоге я выбрал решение оба. И вверх взлетело именно то, которое было консервативным. Которое не использовало информацию из будущего. Это хорошо, потому что если бы я это не сделал, я бы оказался в шестом месте. А так я оказался в пятерке и поэтому в деньгах. Так что всегда имеет смысл выбирать и консервативное решение, и самое лучшее по паблику. Это фичей-пондерс тех моделей, которые у меня получились. Это конкретно лайт-ГБМ. Можно видеть, что на самом деле в самом верху это признак. Вообще говоря, у меня было всего порядка 50 признаков. В самом верху в итоге оказался признак, был ли это товар в истории или нет. И чуть ниже идут скоры. Разного типа скоры. То есть там видно, что скоры есть NN-модельки и скоры TFI-DF. Собственно, я бы вытаскивал как сами скоры сырые, так и ранки в рамках текущего запроса. Самый интересный слайд, что я делал, что не получилось. На что я потратил довольно много времени. Но первое, это юзер-то-юзер. Мне очень нравилась эта идея. Я подумал, что вот, там можно будет классно все сделать, K&N, K&N же работают почти всегда, если сделать хорошо. Но нет, здесь это так не получилось. Я потратил некоторое время на ILS, и тоже мне не получилось хорошо завести, что, в общем-то, наверное, в какой-то степени неожидаемо. Но я, честно говоря, надеялся, что ILS заведется этой задачей гораздо лучше. Я, поскольку когда-то занимался многофактализационными машинами, я подумал, что это самое место, вот здесь фактализационные машины подают очень в тему. Но оказалось, что нет, они работали хуже, чем просто самая обыкновенная нейронка, которая второй версии. Чуть-чуть, но хуже. В итоге они сначала у меня были в чах, потом я их все-таки убрал. Я попробовал в какой-то момент предсказывать следующий чек с помощью LSTM накрутить. Это работало лучше, чем просто топовый бейзлайн, то есть на модель чему-то училась. Но все еще сильно хуже, чем, например, item-to-item рекомендации. В итоге я ее убрал. У меня было несколько подходов к тому, чтобы сделать BPR-like лоссы, то есть получить сетки на триплетах, на парах, на вариациях триплета. Все это не заходило. То есть оно училось, училось дольше, училось чему-то адекватному, но хуже, чем просто бинарная кросс-энтропия. Дневные топы из будущего. Это, наверное, самый интересный пункт. Он связан с тем, что у нас тест начинается со 2 марта. А данные в трейне есть по конец марта. Соответственно, мы знаем, что люди, не те, которые будут в тесте, а вообще какие-то, покупали в будущем. Собственно, я считал просто в каждый день топ товаров, которые в этот день покупали, и использовал вот эти рейтинги как фичи. Они очень сильно добавляли на локальной валидации, добавляли на публичном лидерборде, но снижали на паблике, вернее, на привате. Поэтому я рад, что я их не включил. У меня было большое сомнение, потому что слишком большой был подскок. То есть оно давало примерно полпроцента. Это довольно много. Так быть не должно, по идее. И так, в общем-то, и случилось. Возможно, я просто их неправильно готовил. Это вопрос открытый. Я пытался по-разному заиспользовать информацию в магазинах, добавить их в эмбэддинги, в сетки, просто похешировать, посчитать топы по магазинам. Это тоже никак не помогало. Потом две опции, которые недавно появились в библиотеках. Это в CutBoost появилась опция, которая позволяет немножко по-другому считать градиент. Утверждается, что почти все должно стать лучше. У меня не стало. У меня стало даже хуже. И в LightGamave добавили новый лосс, который xndcg. Тоже, судя по описанию, очень классный. Должно работать лучше на задачах ранжирования. Но этого не произошло. У меня работал примерно так же, даже, наверное, хуже. А причем потратить время, чтобы собрать его и поставить из исходников, потому что через пипов не ставится. Я думал, что я буду один такой умный, кто догадается посмотреть в исходник, казалось, что нет. Как минимум не я один так делал. Зато никого не завелось. Ну и ладно. Было SVD от пользовательской истории. То есть я пытался историю пользовательской как-то сжать разными способами и докинуть как фичи, но это тоже ничего не добавляло. Только занимало время, и эти фичи были далеко не в топе. И я пытался пользовательскую историю в виде спарс-представления по-разному трансформировать, уменьшать размеры пространства через хеширование или делать tf-idf преобразование. Это тоже ничего не добавляло. Потому что, видимо, в Implicity tf-idf было с коробки, а в сети это оказалось неважным. В сети все равно там лучше коэффициенты, которые от этого не зависели. Вот. Спасибо вам, что за внимание. Код своего решения когда-нибудь выложу, какого-то немножко причешу. Меня можно найти в ODS, написать на почту, задать вопрос сейчас. Я готов заведеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...